Доброе утро! Всем приветик из солнечной Анталии, но сегодня мы идем на теннис в 9 утра. Я вообще не знаю, почему мы так сделали, точнее я так сделала. Потому что на 10 не было. Да, потому что не было на 10 и не было на вечер. Вот. И по сложившейся уже традиции никогда не бывает дождя, только когда мы выходим на теннис. Сейчас гром и уже дождик моросит. Даже слышно. Фигуры я не заметил, там сзади меня нет. С цветочками. Так выглядит наша улица. Просто пустота. Сегодня уже воскресенье, еще и утро. В общем, воскресенье тут своеобразный такой шаббат. Все вымирает. Никто не работает, все отдыхают. Мы, как всегда, опаздываем. Где ребятежка? Потом к нам еще присоединятся... А, дождик кап-кап, понятно. Вот, потом к нам еще присоединятся чилька и бабушка. Что можно сказать? Я не знаю, о чем я думала, когда я в 9 утра записывалась. Просто мы еле встали. Мы обычно стоим там в 9-10, а в 9 уже надо быть на кортах. Тут минут 15-20 топать. Нет, вчера 7.30 встали. 7.30? Ну, это нечаянно мы встали в 7.30. Ой, еще есть новости от хозяина. Там такой у нас дурдом происходит с арендой, кто видел. Ну, это, наверное, в отдельном выпуске надо собраться с силами. Сейчас доделаем все до конца и расскажем по вам. Я извиняюсь, что-то, что сзади меня такое терное небо. И гром. Но зато красиво, чистое, возможно, людей на 10, если смоет с корты, то мы сможем занять их время и поиграть. Потому что часа у меня точно не хватает. Вот два часа в самый раз бы был бы. Какая у тебя соса. Сейчас в Биме продаются. Ага, какая здоровская. Моника впадает в детство. В детстве не сосала, хоть сейчас насосется. Да, дождик вообще сильный такой. Ага. Интересно, на камере видно? Прям заливает так прилично. Ну и хорошо. Главное, чтобы дядя, который открывает корты, пришел. У нас с вами типичные виды для нашего похода на теннис. Если вам нужен прогноз погоды, что когда дождь, обращайтесь, мы вам скажем свое теннисное расписание. Просто попадание стопроцентное. Вот это дождь. Я к кому кому не звалю? Ухо. Что-то слушает. Ну все, сейчас телефон уже намокнет. Блин, сейчас такой проскат грома я пропустила. Просто будни видеоблогера. Рассказать все, что пропустила. Да, так круто, вообще нереально. Блин, все еще кто-то остается даже при таком сильном дожде. Мне кажется, мы сейчас тоже куда-нибудь идем. Ой, даже на море смотрите, сколько много людей. Вам видно, нет? Ну все, наверное, надеются, что он закончится. Как и мы. Ой, сильно-сильно уже все. Вот мы и пришли. Ливень жуткий. Стоим уже, наверное, минут 5-10. Прячемся около трансформаторной будки. Все как надо. Моника заругается. Папу раздели. Ну да. Вот так без кофты ходить. Не то, что я в кофте. Предусмотрительно вышла. Не знаю, что делать. Просто стоим, мокнемся. Уже мокрые насквозь. Птички чирикают. Класс. У меня ногу себе прям в лужу не заметила, пока снимала. Разминка перед теннисом. Бежим. Все с пляжа. Мы на пляж. Ты думаешь, имеет смысл вообще идти? У меня теннис на 9, и я пойду на него. У меня теннис на 9, и я пойду на нас, как на умалишонок смотрят. Смотрите, все даже с пляжа уже уходят. Очень сильный дождик. Ну хорошо, всех смоет. На горах еще снег, значит, еще не тепло. Народные приметы отдали. А вам, наверное, не видно, да? Или видно? Да, вот сюда Денис стремился. Говорит, самое безопасное место. Металлическая будка. А я видела, да, продаж квартир по-русски. И стерли. Ага. 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 никого как в карантин прям самое интересное что велосипеды по-прежнему полторы лир час обалдеть я думала поменяли ценник нет а вот еще вы видите на горизонте доступно же в анталии за 2-3 тысячи лир мне кажется на данный момент она именно вот так вот и выглядит ну может быть за 1000 лир зато вид на море недалеко однокомнатный номер мы все еще надеемся на теннис как-то мне кажется немножко наивно еще интересно там машина и дядя внутри сидит мне так удобно кажется прям так как-то как комнатка маленькая камень с год фургончик безумный запах фиолетовых деревьев я как всегда забыла как они называются очень здорово тут у нас я много раз рассказывал зона кафе идет рядом можно выбрать любое вот и там уже теннисные корты слева дошли не за меня такое ощущение что работник не придет в такие лужи открывать квартиры но все возможно все возможно идем все еще смотреть а это мечта моники просто лужи сплошные кстати они сейчас быстро все высыхает прям очень быстро и уже в принципе дождик закончился практически до замы на 40 минут чуть-чуть игра потом топ-топ куда шел второй час наших развлечений женщина уже не выдержала бабушка говорит что у них уже дождь закончился хотя мы тут 20 минут друг от друга стране пока тут стоим ждем расскажу чем сегодня мы занимались этой ночью с денисом ну здесь как всегда работал кстати ничего интересного а я как нормальный человек включила сериал сват и начала смотреть обожаю этот сериал тоже напишите кто любит кто вообще какие сериалы смотрят наш мои сериалы уже все закончились вот если втором кругу смотрел вот в общем смотрел сват и там серия про грузию мне так понравилось там какой-то был монастырь который упоминал лермонтов и что вы думаете где-то в 2-3 часа ночи я начала читать лермонтовом цири как правильно что-то у нас уже забастовки и прочитала где-то до 4 до 5 утра еще не вообще никакую поэтому еще не 9 к 9 утра сюда на порта приходить было очень тяжело вообще вот тут странное настроение с чем это связано интересно то что ночью хочется все делать хочется заниматься спортом убирать и не знаю что еще вот а мне чего угодно хочется там английский учить все что угодно и на утро как всегда вообще просто не состояние жалеешь что это сделать я тут забастовки рабочих кстати я почитала почитала такси не понравилось здесь на половине на середине просил очень вкусно пахнет просто безумно какой-то зеленью свежестью мне кажется сейчас еще и на 10 никого не будет с телефоном а вы уже и на 11 больше нет таких малишонах как мы сейчас тетенька ушла убежала куда-то прям перед нами с этой с офисы надеюсь вернется у меня что-то есть такое ощущение что нет прошло два часа мы наиграли смотрите какое солнышко все ожило мы уже своих встретили отправили на море чилька как раз площадочка высохла и мы уходим все теперь осталось как бы сделать вид что мы купаемся на море потому что никого нет плавок кстати море темное прям такое дождливое но здесь все уже сухо все классно красиво людей нету велосипедисты падают мокрые дорожки катаются ну да по мокрым тут нельзя кататься а вон наши сидят камешки перебирают да мы пришли люди купаются да вода 20 градусов принесли камешек мне добрые люди на море как всего а вот можно посмотреть от отеля туристы 300 чаще плавать чем местность такую погоду красота что вы тут делали башню построили хоть кто-то теперь будет гулять с чирикой на море а чирика ко мне прибежал ищет спасение а тут у нас это папа больной на голову лежит ой как нельзя таскать чирик готов даже плыть лишь бы его моника не трогала парусный спорт какой парусный парашютный со смайликом чего надо тут играть а тут в теннис мы будем есть мороженое бабушка закрыла на верхний ключ она стоит на верхних ключах да как раз сходили в магазин разве что курица сырая и мороженое кстати очень вкусное рекомендую всем очень вкусное в России по-моему тоже продается так что мне кажется да все мы будем есть приятного аппетита и вам тоже не смотри на меня красиво в общем наступил уже следующий день как вы поняли домой мы попали что сказать про погоду ребят самое интересное вот я сейчас еще красная вы наверное знаете как выглядят вареные раки вот я вчера была немного краснее такой насыщенный красный цвет при том что я на солнце полчаса побыла без кепки все остальное в кепке либо ну было темно когда дождь шел я думаю там не обгорело вот поэтому очень аккуратно если поедете отдыхать в Турцию то нужно брать и как кофту как вы заметили судя по дождю конечно летом он обычно вообще не идет вот и также берите обязательно солнцезащитный крем даже если вы уходите и кажется что прохладно тучки это все обман вот я сегодня еще так вот себя затушевала и все равно еще красненькая как-то так кстати смешно вчера мы сидели на лестнице в тот момент час где-то просидели посмотрели сериальчик Шелдона наш любимый как раз последняя серия вышла и соседка слышала она там что-то убирает ну по лестничной площадке а мы сидели прям ну на лестнице на лестнице вот там что-то убирает пылесосит такая открывает дверь чтобы пропылесосить такая вся взъерошенная у нас еще какая-то такая кудрявая такая же прической открывает дверь такая мы такие вот ну собственно все испугали человека наверное тоже бы испугалась вы представляете открываешь что пропылесосить дверь а там какие-то два бомжа сидят мы еще так все разложили там куча сумок и пакетов мы из магазина шли как-то так на этом дорогие друзья у нас с вами все спасибо все кто подписывается ставит лайки оставляет комментарии все очень приятно это у нас был какой-то шестой день влога или седьмой в общем я продолжаю снимать влоги если вам нравится обязательно знаете как поддержать все пока пока всем хорошего настроения и до следующего влога пока пока скажи пока пока Денис закамерный